Со знанием дела обсудили актуальные вопросы развития городского округа Щелково и Московской области. Глава района провел встречу в формате делового завтрака со своими предшественниками, ветеранами щелковских органов власти и управления. Такие встречи не бывают частыми, и от этого их ценности еще выше. В зале те, кто в разные годы отвечал за развитие Щелковского района, и для действующего главы это своего рода экзамен. Получить оценку работы, услышать советы, подсказки, что еще нужно сделать. Алексей Валов сделал акцент на прозвучавшие в недавнем отчете губернатора постулаты «Подмосковье сильное, здоровое, чистое» и рассказал, что для этого делается в Щелковском округе. Во-первых, объединили территорию и централизовали управление. Проговорились со всеми советовыми депутатами, приговорились людьми и пришли к выру, что необходимо формировать городской округ для того, чтобы уже никогда больше границ Щелковского района не терпили никаких преобразований изменений. Мы прошли через это и буквально в самое короткое время, за полтора месяца, создали городской округ в средней системе административного управления, так называем первым уровнем муниципального управления. Вопрос административной реформы оказался на встрече с самым обсуждаемым. А не станет ли хуже? Не станет, заверил Алексей Валов. Напротив, консолидированный бюджет дает возможность маневрировать средствами и направлять их на проблемные участки. Отстающие подтянутся, появится дополнительная возможность развивать базу для воспитания, обучения, оздоровления жителей. Сегодня десятки государственных и муниципальных программ реализуются в городском округе. С их помощью строятся и ремонтируются школы, детские сады, больницы, причем в таких объемах, о которых присутствующие в зале, будучи при исполнении, могли только мечтать. То же самое можно сказать и о решении проблем транспортной логистики. Сегодня давние проекты вышли на стадию реализации. Строится мост через Клязьму на улице Фабричной. Готовится не менее долгожданный проект надземного перехода на перекрестке Пролетарский-Талсинское-Заречное. А новые пешеходные зоны общественного притяжения – это уже проекты современные. Вот нас ввели набережную государственную программу, вывели средства. В прошлом году мы ее в основном сделали. В этом году мы сделаем остальную часть работ. Имеется в виду, сделаем зеленую часть, посадим деревья. Достаточно высокого уровня требований были предъявлены к ней. Здесь все полностью в основании бетонировано. Сначала забивали сваи, потом бетонировали. То есть здесь делаем уже все на века. Может быть, ограждение где-то там будет ломать вандалы, может быть, какие-то малоархитектурные формы будет ломать. Но сама под основой сделана надолго, на века. Глава честно рассказала о тех направлениях, которые пока отстают. В частности, чистое Подмосковье. Внедрен раздельный сбор отходов, но требует отладки работы регионального оператора. Алексей Валов показал, как на экране смартфона в реальном времени мониторит уборку контейнерных площадок, а также контролирует работу снегоуборочной техники. Такое раньше тоже представить было сложно. Большое спасибо. Нашли время. Рассказали, что мы теперь просто можем отгласить всю картину. Не так раздрозно, как мы ее пытались сами рассматривать. Хотелось бы, чтобы такие встречи хотя бы раз в полугодия проходили. Нам это нужно. Был на встрече и торжественный момент. Почетный знак за заслуги перед Щелковским районом вручили Николаю Пашину. Он руководил районом в первой половине 90-х. Это долгожданная награда. Вы ее заслужили. И мы здесь с удовольствием вас поздравляем. И желаю вам доброго-долго с памяти о том, что вы сделали здесь, на этой территории. Спасибо. Спасибо. Вот Щелковская земля и люди, которые на этой земле, это самый главный. И вам сильно повезло, Алексей Алексеевич, что вы сегодня вот с этими людьми продолжаете те традиции, которые были задолжены. Поэтому спасибо огромное за эту награду. Эта награда для меня особо важная. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.